Итак, дорогие друзья, добрый день, добрый вечер, у кого какое время суток. С нами Андрей Вадимович Макаревич, легендарный певец, художник. Не пугай, не пугай, ладно. Для меня это огромная честь, на самом деле, я весь день волновался. Напрасно, напрасно, мы же не с парашюта прыгаем. Так точно, мне как раз ребята предупредили, когда я спросил, какие ингредиенты взять, сказали, вот что у тебя дома будет, и с тобой будем готовить, будем импровизировать. Я, честно говоря, я еще больше взаумовался, но это весело, я считаю, это очень-очень круто. Хорошо. Итак, что у нас есть, могу перечислить или сразу к холодильнику? Во-первых, у тебя есть очень красивый фартук, на нем и смак, и картина ТВ, это просто какой-то знак содружества. Абсолютно. Красиво, ладно. Что у нас в холодильнике? Так, у нас в холодильнике есть почти что все. Так не бывает. Согласен, чуть-чуть приврал. Есть курица, вот, есть куриные филе, есть ножки, пляжки куриные, и есть еще, есть рыба, тунец, лосось, извиняюсь. Но я думаю, что в одно блюдо мы это соединять точно не будем. Думаю, не стоит. Допустим, мы остановимся на курицу, скажем, да? Хорошо. А что у нас есть из дополнительных ингредиентов? Дополнительные ингредиенты у нас есть болгарский перец, брокколи, зеленая спаржа. Что зеленая? Спаржа. Спаржа. Ну, это отдельное блюдо, так, хорошо. Есть чеснок, помидоры, огурцы и кабачки. Красиво. Вот. Дальше что у нас? Лимон, имбирь. И, в принципе, что у нас еще есть? Ну, морковка. Понятно. Вот. Приправы могу еще перечислить. Приправ у нас есть. Сейчас я сюда поставлю, чтобы удобнее было. Красный перец сладкий. Дальше у нас розмарин. Понятно. Белый перец. Понятно. Черный перец. И есть куркума. Шикарно живет. Да. И есть, конечно же, бутылочка красного. Масло из трюфельных семечек. Трюфельное, по-моему. Вот, кстати, масло. Масло это с трюфельным запахом. Оно хорошо для салата. Жарить на нем я бы не стал. Это свинство, конечно. Ну, да. Точно. Салата соус. Нормально. Для жарки лучше или сливочное, или простое растительное, или простое оливковое. Есть подсолнечное масло. Ну, хорошо. Повыше. Так, давай мы решим с тобой, что мы будем делать. Значит, спаржа – это очень вкусно. И спаржа мы сделаем гарнир. Отлично. Это отдельная история. А из курочки, или там из грудок, или из ножек, можно сделать такую жареную штуку. Под каким-нибудь классным соусом. Угу. Окей. Интересно. Тогда так. Отлично. Давай, доставай спаржу. Так, точно. Так, спаржу. Зеленая. Ну, вот есть на выбор ляшки куриные. Это вкусно. Я ляшки очень люблю. Ляшки вкуснее, чем грудка. Скажи мне, пожалуйста, мне очень интересен уровень твоей профессиональной подготовки. А то получится, я тебе какие-то цветы даю, а потом так кажется профессиональным шефом. Честно, мой уровень – яичница, чай и гречка. Ну ладно, тогда я спакую. Распаковывай спаржу. Все, действуем. Так, спаржу. Распаковали. Готово. Вот, теперь покажи-ка мне его поближе. Дело в том, что если она не совсем молодая, вот видишь, у нее нижняя часть – это уже такие задеревеневшие довольно стебли. Да, поэтому я думаю, что надо где-то отрезать от каждого стебля верхнюю половину. Даже побольше. Чуть вот так. Вот так, да. Совершенно верно. Отрежем и помоем эти верхние стебелечки. Все, действую. Всю спаржу берем. Да, а чего нам? Мелочится-то. Все равно вы красите. Жалко, что я не смогу попробовать, понимаешь? Вот это обидно. Вот это на самом деле обидно. Вот это было бы, конечно, и повеселее, и поинтереснее. Ну, может быть, вы будете в наших краях когда-нибудь? То есть мы с удовольствием сделали это все совместно и на большую кухню. Но сегодняшнее блюдо не достоит, это точно. До того момента, когда я буду в ваших краях. Но я запомню рецепт. Тем более жена моя. Как у вас дела? Как вообще вот по поводу там… Ну, сейчас все кричат «карантин, карантин». Вот чем вы занимаетесь? Герои, у меня масса занятий. Я рисую, я играю музыку, сижу. Постоянно, каждый день какие-то музыкальные проекты совместные идут в сети. Что-то с Кортнием сделали, с Леней Агутиным сделали, с Ромарио сделали. Ну, масса удовольствия, в принципе. Это хорошо. Так, теперь нам надо взять сковородочку. Так. Сковородочку. Отлично. И вторая такая же нам понадобится для ножек наших. Так. Давайте посмотрим. Точно такую же обещать не могу. Чуть-чуть поменьше. Тогда мы сейчас посмотрим, какая лучше будет для спаржи. Ну, они почти одинаковые, верно? Да, да. Ну, это чуть поменьше, это чуть побольше. Ну, смотри. Если на маленькую ляжет спаржа нормально, то… Сейчас проверим сразу. И если мы сейчас все вот так вот… Ну, в принципе, да, ее можно будет там немножко хорошо. То есть, будет вот так. Прекрасно. Все. Тогда нам надо на этой сковородочке разогреть довольно большое количество сливочного масла. Сливочного масла. Ага. Да. И добавить туда немного оливкового. Понял. Да. А вот про оливковое у нас… Сейчас проверим. Нет, оливкового, есть подсолнечное. Ты знаешь, мы туда добавим вот этого трюфельного, но в самом конце уже. Это будет хорошо. Пока сливочное. Сливочное. Все, я делаю. А тут его надо не пожалеть, потому что спаржа забирает много масла в себя. Угу. Так, достаю сливочное масло. Ну, я прям под командованием сейчас. Ну, извини. Знаешь, как приятно распоряжаться еще и на дистанции. Да, 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 да. Колоссальное удовольствие. Так, сколько? Да, вот так. Уж точно не меньше. Может быть, и побольше. Ну, добавим, в конце концов. Да, вот так давай. Отлично. Вот. На небольшой огонек ставь в сторону. Небольшой огонек ставим. Из девятки четверочку. Какая или газовая? Она электрическая. Не люблю я эти бесовские электрические бритвы. Ну, ладно, не важно. Тогда на двоечку-троечку сделай. Это дело. Готово. И пусть масло разойдется. Все. Все. Дальше доставай-ка наши ножки. Ножки. Вот они. Ноженькие их у нас. Раз, два, четыре штуки. Шикарно. Шикарно. Ну, я бы их сполоснул. Все-таки. Знаешь, коронавирус, все. Дезинфицируют. Да. Они не замерзшие, нет? Они нормальные? Нет, они не замерзшие. Они выходят с нормальным холодильником. Очень хорошо. Так. Есть. Оп. Оп. Никогда не думал, что я буду с вами готовить, честно. Знаешь, жизнь, она удивительно своей непредсказуемостью. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Так, помыл. Чистенькие. Хорошо. Теперь. Давай мы их натрем солью. Солью. Кстати, у меня есть вот красная соль, вот эта вот, гималайская. Понты для тех, кому деньги девать некуда. Я пользуюсь обычной русской солью, крупного помола. Вот без всяких понтов. Вот этот помол номер один, наша соль. Она очень хорошая, очень вкусная. И главное, она правильной крупности. А еще она стоит ровно столько, сколько соль должна стоить. Понимаешь? Они в 10 раз будут. Так точно. Абсолютно. Так, натираем. Да, вот так вот так. Не особо лютуй. Потому что у нас еще соус будет. Ага. Все понял. 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 Андрей Вадимович, а как вот вы пришли к тому, чтобы участвовать в передаче СМАК? Вот вы любите готовить? Что значит, блин, участвовать? Я и придумал эту передачу. Извиняюсь. Извиняюсь. Ну вот просто вот, это получается, то есть, сердце лежит в готовке, и вот вы сказали, ну-ка, сделаю-ка я такую передачу. Ну, слушай, я получаю удовольствие от этого процесса. Всегда можешь что-то придумывать. Можешь делать все время по-разному. А главное, это потом всегда приятно кончается. Приходят хорошие люди, приносят бутылочку, садятся за стол, говорят добрые слова. Ну, вот это же мы ради этого и живем в том числе. Ну, почему нет? Да, да. Когда еще и приятное общение, это да. И хорошее вино. Да. Или хорошая водка. Тоже приятно. Отличный вообще. Так. Как там у нас масло? Не горит на сковороде? Нет? Тает. Тает. Сейчас даже могу показать. Покажи. Для особенности оно уже вот. Ага. Ну, так вот его покатай немножко, да, чтобы все было тем самом-то завито. Так. Кажется, я могу готовить. Нам добавлять масло. Это, ну, я уже вижу. Отлично. Еще, да. Добавим, добавляем. Так. Столько? Да. Отлично. Вот, выкладывай туда нашу спаржу. Пускай она у нас сначала немножко обжарится. Но, в принципе, можно сразу крышкой накрыть, если есть крышка. Есть, есть. Есть. У меня жена строгая, так что крышка есть. Крышка. Какая связь между строгостью жены и наличием крышки? Потому что если не будет крышки, то крышка будет мне. А, в этом смысле. Так, и крышку накрыл. Огонь не меняем, оставляем тот же, да? Оставляем, да, да, да. Она должна там потомиться в масле так. Понял. Хорошо. Теперь, что у нас еще там из сухих приправ есть, ты говорил? Чёрный перец, белый перец, розмарин, паприка красная, сладкая. Нет, не надо. Куркума. Нет. Давай возьмём чёрный перец. Чёрный перец. Курочку так тоже, значит, ну просто можешь её посыпать сверху. Понял. Чуть-чуть или от души? Ну, он уйдёт частично. Так что вообще я люблю острое всякое. Если ты любишь острое, по себе ориентируйся. Люблю. Хорошо. Так. Немножко обмазать её надо перцем чёрным, чтобы она так... Ты знаешь что? Поскольку мы её сейчас будем обжаривать, в общем, ничего не надо. Конечно, есть вариант такой. Можно было её натереть растительным маслом и поставить там, скажем, в духовку или в гриль, в печку такую. Но, допустим, у нас всего этого нет. У нас есть контакт. Поверьте. На сковородочку мы сейчас нальём маслице. Так. Подсолнечного, да? Ну да. Что же делать, раз оливкового нет. Я бы, конечно, взял оливковое в смеси со сливочным пополам. Ну, давай. Простите на. Так. Сколько литта? Ну, вот. Здесь я сковородку не вижу, поэтому сказать мне тебе трудно. Не сильно много, нет. Ну, чтобы дно было закрыто. Ну, конечно. Конечно. Вот. Теперь надо его довольно хорошо нагреть. Понял. Так. Тогда мы ставим... На шестёрочку? Там всего девять. Вначале можешь поставить и на девятку, потом приберёшь. Да. И знаешь, что надо сделать? Давай-ка мы сыпанём вот в это масло. Специей. Там розмарин у нас есть, да? Да, розмарин есть. Чтобы немножко розмарина туда сыпани. И красного сладкого перца туда сыпани. Прекрасного сладкого перца. Чтобы такая пеночка пошла. Они сейчас так начнут. Так. Прекрасно. Отлично. Я вольт, как говорят французы. Да вольт. Теперь, значит, пусть оно нагреется. Сейчас увидишь, как эти специи закипят в масле. Когда оно нагрелось. Тогда мы сюда положим ножки. И будем их обжаривать. Вообще отлично. Вроде... Выглядит уже хорошо, если честно. Я просто никогда не готовил. Для меня это уже целый рог химии. Настоящее блюдо должно хорошо выглядеть в каждую секунду процесса. Понимаешь? Это важно. Ну, теперь потихоньку появляется даже любовь к готовке. Так. Я вот думаю, что нам взять за основу соуса нашего. Бульончик у нас, к сожалению, нет. А что у нас там есть? У нас там есть, я видел, кетчуп, да? Кетчуп, да. Так. Кетчуп есть. Так. А зелени у нас нету никакой? Сейчас. Пица, что-то такое, вот чесночок. Есть укроп, петрушка. Ага. И сольфонук. Прекрасно. Значит, вот что надо тебе будет сделать. Надо будет взять немного зелени, сей понемножку, и чесночок. И чесночок, отлично. И все это надо будет порубить ножом. Это я умею. Да, все так говорят, пока палец не отрубят себе. Да, 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 да. Есть такой момент. Так, укроп берем, да? Немножко укропа, жалко была бы кинза, была бы лучше, конечно. Ну, возьми немножко укропа, немножко петрушечки и чесночку. Да. Столько? Да. Да, вполне. Столько же. Петрушки. Так. Чуть меньше. Столько же, да? Чуть поменьше. Да. Ну, получается, пару веточек таких. Да, абсолютно. И пару зубчиков чеснока. Да, очень хорошо. Много зубчиков чеснока. Повасить чеснока. Стрихни воду тщательно. Зуб зеленый не понадобится. Да. О, уже пенистит. Ну, потихоньку начинает пениться. Давай, клади крылышки, потом будем делать соус. Да. А то перекалить с маслом, не хлопно. То есть кинайку же, да? Закидываю? Да. Ровненько укладываешь. Прямо. Процесс пошел. Ознайки сделай на пятерочку. Пятерочку делаю, так. Вот. Накрывать надо? Нет. Наконкуйте. Меня слышно? Если шума, я переслую. Все хорошо. Жалко, что ты не можешь камерой показать, как это выглядит. Ага. Вот, вот, вот. Так, там паржа у нас парится. Да, очень хорошо. Прекрасно. Все. Давай руби зелень. А зелень? Все, рубим. Помыл ее? Полосни ее. Меленько-меленько надо ее порубить. И чеснок тоже. Меленько-меленько порубить. Меленько-меленько. Понял. Андрей Вадимович, а вот пока я вижу, у вас есть какая-нибудь смешная история, связанная вот с передачей СМАК. Нет, ничего особенно смешного я не делал. Вообще у меня как бы не было задачи рассмешить народ. Научить готовить было задачи. Смешная будет передача вот или вот в этот раз, в это воскресенье или в следующее. Я пытался воссоздать такие вьетнамские роллы с тонкой-тонкой рисовой бумагой такой, которую надо чуть-чуть смочить. В общем, опыт у меня небольшой. Ни черта у меня не получилось. Вот обосрался мой программ. Ну, тем не менее, я решил, что не должна же программа СМАК состоять из одних побед. Конечно. Я считаю, наоборот, это как-то ближе к реальности, что может и такое случиться. Именно так. Именно так. Так, хорошо режешь. Молодец. Подрабатывал одно время на кухню. Речь. Рубильщиком зелени подрабатывал. Это можно уже по-разному понять. Ну, в общем, да. Так, готово. Нарезал. Теперь петрушечку. Да, туда же. Прям туда же. Это мы смешиваем все будет. Отлично. А есть какие-то еще проекты, которые вы планируете что-то еще интересненькое? Слушай, мне на этих бы времени хватало. У меня СМАК, у меня четыре музыкальных разных затеи. Одна из которых «Машина времени», а еще «Ефайф», а еще «Джазовая трансформация», а еще клуб «Джим-клуб», который, несмотря на все трудности, я надеюсь, не загнется от этой самоизоляции. Хотя попали бы, конечно, прилично. Но, тем не менее, мы его откроем, как только разрешат опять собираться, выпивать и слушать музыку вместе. Так что дел-то очень много. О, ну это хорошо. Активность я смотрю, очень активный человек. Так получилось. А как вообще в отношении к современной музыке? Я хорошо отношусь к хорошей музыке. Мне абсолютно плевать. Современная она, наверное, не современная, понимаешь? А путида, через 40 минут наберите меня. Так. Готово. Чесночок. Чесночок. Так. Две головки. Тоже мелко резать? Да. А потом еще немножко имбиря туда добавим. О, это я люблю. Так. Сделайте вы из меня профессионал, Андрей Вадимович. Да, так телевизору не сделаешь. Я сам не профессионал, слушай. О чем ты говоришь? Я всегда у другого. Я считал, что... Ну, видите, такое блюдо. Я вообще никакого блюда не знаю. Я знаю курицу на бутылке. Понятно. У нас будет курица на самоизоляции. Так, еще одну головку режу. Да, наверное. И примерно такое же количество имбиря. Отлично. Так. Так, пальцы вроде на месте. Как там спаржа наша? Нормально себя чувствует? Варится. Масло уже как бы растаяло. Но ничего не кипит пока что. Добавь немножко огня. Чуть-чуть там что-то начинается. На пятерочку. Вот что нам будет нужно, знаешь что? Нам нужно будет кипяточек. Надо или чайничек поставить? Электрический есть у тебя чайничек? Делаем. Попробуем. Все, супер. Так. Отлично. Чеснок и нибудь. Андрей Вадимович, а какая у вас любимая группа была? Вот когда вы только начинали музыкой заниматься. Наверное, какой-то бородатый вопрос. Наверное, уже просто там все его спрашивают. По-моему, по нашей музыке это настолько понятно. А у вас дома кто все время готовит? Вы? Ну почему? Иногда жена готовит. Она, кстати, большой мастер в этом смысле. У меня жена готовит всегда. Я думаю, после этого раза все изменится. Так, режем бель. Мелко. Верно. Мелко-мелко. Раз, два, один. Мы к нам в гости приедем. Давай доживем до свободных времен, а там посмотрим. Так, ну, нарезал. Молодец. Пока оставь. Давай перевернем наши ножки аккуратненько. Так, возьмем до этого. Покажи, как они, зажарились там? Да, хорошо. Зажарились, да. Красиво. Давай, переворачивай. Прекрасно. Так, теперь надо взять лопаточку. Или эти же щипцы можно. Аккуратно перевернуть спаржу надо всю. Понял. С той стороны она уже, наверное, подошла. Да, да. Переворачивай. И чуть-чуть сверху посоли. Понял. А какую вы спаржу больше предпочитаете? Зеленую или белую? Белую, конечно. Белую? Белую можно делать на пару. Это очень вкусно. Это да. Мне как-то вот зеленая очень понравилась. Ну, посмотрим, что у нас получится. Так, посыпь просто солью немножко и накрывай крышкой. Так. Готово. Прекрасно. Накрывай. Так, идет дело. Идет дело. Теперь давайте возьмем какую-нибудь пловшечку. Пловшечку, пловшечку. Пловшечку, да. Взял. Просто, чтобы что-то вмещалось, да? Чтобы зелень туда помещалась. Мы сейчас туда добавим кетчуп. Это большая. Нет, для соуса это очень здоровая. Поменьше. Погода крут. О! Сгребайте. Зелень, да. Угу. Готово. Теперь давай туда кетчуп. Кетчуп? Прям туда. Так, теперь его мало. Еще? Да. Вот. И тщательно перемешивай все это. Понял. Вот сюда, с тайной ложечкой. Прямо так. Керезь. Так. Вот такая кашечка получается. Вот такая она и должна быть. Это мы просто к столу подадим уже. Готово, да? Да. Легко и просто. Теперь смотри, у тебя вода уже, наверное, горячая, да? Да. Горячая? Горячая. Вот туда, где спаджа, капни буквально пару столовых ложек, прямо. Все. Закрывай. Готово. Очень хорошо. Ждем, когда у нас обжарятся ножки с другой стороны. Можешь пока со мной поговорить о чем-нибудь приятном. А погоде? Погода, конечно, очень обидно, потому что я чувствую, что как только этот карантин кончится, в этот же день погода испортится. Это понятно уже заранее. За подлости, да. Ну, конечно. У нас солнце. У нас солнце сейчас было. Сейчас пахнуло на столом. У меня солнце уже третью неделю. Одно расстройство, в общем. Мне всегда, честно, мне с тобой очень нравится смотреть на ваше интервью. Вы настолько прямолинейный человек. Вот раз и все. И уже 50. Я, честно говоря, из-за этого и волновался. Напрасно. Потому что человек строгий, человек говорит прямо. Так что... Какой инструмент вы любите больше всего? Страну? Инструмент, инструмент. Музыкальный инструмент. Ну, как можно любить один музыкальный инструмент? Знаешь, вилку люблю, а ложку нет. Ну, это же глупость. Да. То есть все. Нету плохих инструментов. Есть плохие музыканты. Покажи мне какую-нибудь одну ножку снизу. Возьми щипчиками ее. Добавь немножко огня. Поверни обратно. Ага. Сколько у нас там? Там сколько сейчас? Умейте в виду температуру? Да. На семерку я случил. Было на пятерке, я на семерку так ставил. Правильно, хорошо. Вот. Парк уже там внутри все подкипать начинает. Так и должно быть. Теперь достань лимон. Вино. Вино сейчас, подожди, выпьешь еще, не торопись. Нет, лимон. Сначала лимон. Лимон, Павел. Лимончик. Разрежь его пополам. Так. Этому я уже научился. Готово. Выдави на спаржу лимонный сок из половинки. Прямо так? Да. Прекрасно. Прекрасно. О, что-то будет прям. Я прям... Так я еще никогда не готовил. Если там несколько капель осталось, можешь выдавить наш соус. Отлично. Вот так и размешай. Так. Может, попало косточку. Теперь. Открывай наше вино. Наконец-то. Готово. Возьми бокал. Налей грамм 70 и выпей с удовольствием. Процесс должен доставлять радость. Согласен. Согласен. Во все 100 согласен с вами. Знаешь, с чего начинается французская кухня, да? Любой рецепт. Откройте бутылку хорошего вина. Так. А испанская кухня, знаешь, с чего начинается любой рецепт? Нет. Сначала успокойтесь и положите нож. Класс. Класс. Правда, не знал. Классно. Так, теперь мы сделаем вот что. У тебя есть еще одна крышка для вот той сковородки, где ноги у нас лежат. Так, должна быть. Должна, должна быть. Должна быть. Должна быть. Накрыта, как ты понимаешь. Так, просто думал, что это по месяцу. Чтобы можно было бы придурить. А почему бы не придурить. Мне важно вот что. Возьми вилочку и попробуй. Только спаржа мягкая. Это важно. Потому что в зависимости от ее спелости она готовится всегда по-разному. Она уже мягче. Да, вот мягкая. Но когда втыкаю вилку, чуть-чуть, хрустит чуть-чуть, но вилка проходит. Проходит. Да. Тогда все. Тогда она готова. Ну, значит, тогда мы сделаем следующее. Тогда ты под ней можешь выключить огонь. Так. Теперь возьми вино. Ну, нет. Это ты будешь пить. Возьми бутылочку. Я понял. Значит, семерка у нас там стоит, да, сейчас? Огонь. Сейчас стоит семерка, да. Сделай восемь. Восемь. Да. Сейчас. Еще, значит, тридцать секунд, чтобы... Сковородка совсем нагрелась. Потом ты нальешь на сковородку грамм... Сто. Семьдесят пять, сто вина. И сразу накроешь крышкой. Понял. Парни ушел. Отлично. Теперь мы можем взять большое красивое блюдо. Потому что сейчас мы будем сервировать стол. Прекрасно. Прекрасно. На одну его сторону мы выкладываем какое-то количество спаржи. Аккуратненько. Так. Отлично. Делаем спаржу. Через буквально две-три минуты у нас будут готовы, будет готова курица. Там пар у нас хороший, да, под крышкой? Хороший, да. Сейчас он уже вынулся немного. Еще вина туда добавить? Давай еще, потому что крышка должна накрывать. Я вижу, что она у тебя не герметична. Ну, закрываем, да. Да. Заливай еще. Крышка должна закрывать пол. Понимаешь? Там получается такая паровая винная баня. Ну, ничего, так тоже нормально. Просто он быстро выходит. Да, копим. Да, придется. Ну, пахнет изумительно. Пахнет просто волшебно. Как должно быть. Прямо. Так, да. Так, возьму еще одну паровую. Накормлю, жгну тоже. Сюда же спаржу. Ну, если ты на двоих сервируешь стол, то да. Теперь положи на каждую тарелку по куриной ножке. Огонь сложи, пожалуйста. Выпусти уже. Волшебу. Вообще-то я цвету я не люблю. О, хорошо. Согласен. Согласен. Так. Так, с корочкой. Отлично. И ложечкой можешь положить на оставшееся место соус. Так. И соус рядом, да? Можно, да. Прямо. Можно на тарелку положить. На пустое место. Вот так. Вот, собственно, и все. А дальше выпивай, да закушивай. Андрей Вадимович, честно. Вот я не знаю. По мне, это классная лайт. Вот это классная передача. Покажи людям готовый результат. Тарелочку поднеси к камере, чтобы было понятно. Вот, 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 вот. Это оно. Да? Именно так. Если я обсудим, скажу, что меня научил сам Макаревич. А теперь ты понимаешь, что на самом деле ты все умел. Я просто тебя раскрепостил немножко. Вот так точно. Так точно. Вот. Обращайтесь. Я всегда готов. Беру я недорого. Полторы тысячи долларов в час. Так что это было хорошо. Все-таки заплатили. Это было хорошо. Неудачно. Да, беру я гораздо больше. Ну, все. Приятного аппетита. Андрей Вадимович, большое-большое вам спасибо. Вот. Обязательно. Вот. Я прям жду, что люди ответят. Мне очень-очень приятно. И для меня это честь. Честь вот сам именно в такой обстановке, как говорится, приготовить что-то. Спасибо. Большое вам спасибо. Любим вас, обнимаем. На связи. Пока. Пока.